И снова добрый вечер, дорогие мои. С вами, впрочем, как всегда, Алкобарт. Мы, конечно же, будем что-то пить. Об этом заодно и поговорим. И сегодня у нас перцовая три старика. Вообще, про три старика, помните, я уже говорил, когда они у меня появились, они были на сравнении, что я долго ждал эту бутылку. Мне все три старика, три старика, блин, три старика, три старика. Да не хочу никого тереть, короче. Ну, тогда она была, и я, наверное, возлагал на нее сильные надежды. Вот мне про нее много говорили, и я уже все хочу. И что-то она мне как-то так. Ну, белорусская старка среднего уровня. А тут вдруг, вне свеже, появились перцовые. Такая же, как у меня там была, и вот такая перцовая. То я брать повторно не стал, а эту взял. 38 градусов, 0,5. Наливаем мы опять. И у нас, что у нас тут впереди? Жар птица местная сейчас раскукарекается. Перцовая настойка горькая. Богатство вкуса и аромата. Оригинальная рецептура. Ну, все как мы любим. Согревающее тепло. Ну, предположим, согревающее тепло трех стариков. Так себе аналогиум. Острый перец и пряности. Продактов Раша Сордис. Ну, то, что Сордис, это мы знаем. Это нижегородская продукция. На контр-этикетке ни хрена не видно. На белорусской. Ай, белорусская, это просто поставщик. Белтомуж сервис. Короче, поверим, что она как-то согревающее тепло. Острый перец, пряности и прочее. Ну, попробуем. Поэтому с куровым собачка гавнула три раза. Значит, это команда. Можно пить. Так что, горлышко промочить пора бы. У, кстати, жар птиц у них и сзади выбито. Это я, честно говоря, не видел даже. Ну, поехали. Перцовочка. Ну, как перцовочка, ну, ладно, попробую. Сто процентная липа какая-то есть. Липа в хорошем смысле слова. Липа чувствуется очень конкретно. Специи по мелочи. Перчик где-то там. Медик немножко. Ну, пока не впечатлило. Пока откровенно не впечатлило. Я, наверное, объясню почему. Что... Ну, она не перцовая ни хайна. Ну, так, с легким привкусом перца, да. Но, знаете, пока ощущение... Как будто туда намешали вот так вот все, что было. И перчика добавили. И вот это вот выставили. То есть перцовкой я это назвать при всем большом желании не могу. Но с легеньким перцовым привкусом так и да. Из плюсов. То, что сейчас на улице под плюс 30. Не, ну, сейчас уже вечер. Может, даже 28. Похолодало. Я откровенно боялся брать перцовку под это дело. Потому что перцовка все-таки напиток сезонный. Как бы перцовочку хорошо поздней осенью, ранней весной, зимой в конце концов. Ну, жарким летом, ну, такой себе вариант. Ну, уже взял. Вот она мне мозолила глаза. Мне два. Но я уже думаю, нет. Выпью я тебя. Не знаю, что ты, но я тебя выпью. Вот примерно так и получилось. Покатаем немножечко. Ну, кстати, скрепость они очень хорошо угадали. Я всегда говорю, что здесь 2 градуса реально будут чувствоваться в крепких напитках. И это они сделали правильно. Она не спиртуозная, она не резкая. Кто мне в глаз там залетел? Кто-то хотел перцовки и прилетел прямо в глаз. Ну, настойка перцовая, настойка горькая, 3 старика перцовая, да. Ну, как перцовка? Нет, конечно. Эта перцовка очень лайк. Прям сильно лайк перцовка. Такая конкретно, прям девочковая. Но, но, мне это нравится, наверное, больше, чем та, которая у меня была. Здесь хотя бы есть что-то ее выделяющее. То есть есть вот тот самый перцовый, слегка липовый, медовый такой привкус. Та же была, откровенно, белорусская старка среднего уровня. И не более того. Здесь уже самобытный продукт. Вот так скажу. Поэтому тут, наверное, при выборе брать обычную или вот такую, я возьму вот такую. Богатство вкуса и аромата, кстати, да. Кстати, богатство вкуса и аромата присутствует. И это и плюс, и минус одновременно. Плюс в том, что она действительно мягенькая, она обволакивающая, все хорошо. Но я же хотел взять перцовку. Поэтому сюда хоть ты перца сверху досыпай. Я не знаю, что делать. Соуса табаско сейчас принести из дома. Вот так вот наплюхать туда. Кстати, мысль. Нет, не буду. А мысль? Нет, не буду. Сейчас, подождите пару. Ирая? Ирая? Соус маленький, табаско в холодильнике. Дай мне мой. Сейчас будем делать перцовку из этих трех стариков. А пока так еще бахнем чуть-чуть. Нет. Вообще, ароматическая составляющая хорошая. То есть, то, как меня тогда опечалили обычные три старика, это они меня опечалили. А здесь меня, наоборот, даже слегка порадовало. О, сейчас мне принесут соус. И мы будем делать из нижегородской перцовки настоящую перцовку. Давай меняться. Я тебе вот такое дам попробовать. А ты мне вот это сразу отдашь. Ну, типа перцовка. Ну, хорошо, понюхай хотя бы. А ну, перцовка. Ну, тут что-то отдаленно, наверное, напоминает. Вот, отдаленно напоминает. Но перцовка, оно не может считаться. Ну, нет так. Дамский вариант. Нет, так много всякого, то что пиво не может считаться. Много и пиво не может считаться. Сперцовки. Некоторые услуги, например. Много чего. Много налил, хоть ты назад залил. А можно вот туда вывезти. Да, сейчас. Подожди. Я тут показываю Нижегородскому Сордису, как правильно делаются перцовки. Ой. По-моему, я сейчас всем покажу. Свежачок? Давай. Тут, конечно, лучше бы молочка на всякий случай. Но этот Табаско такой, он слабенький. Это не Каролина Риппер, конечно. Так что можно. Майден Юйса и нихрен собачий. Люблю его. Пусть пока помешается. Пока мне принесут огурчик. Сейчас, правда, уксусом будет вонять, конечно. Эй, ужас, ужас. Кстати, как ни странно, нет. И перчик не тот, да. На Сордисе сейчас те, кто это смотрят, наверное, истерически крестятся и одновременно матерятся. Но что же делать, ребят? Даже вот жена сказала, что перцовка это никак не может быть. Настойка с привкусом перца, таки да. Кошка, иди ты ко мне уже на съемки, животное. Не хочет приходить вообще. Вообще не хочет приходить. Мыши ловит, крыс ловит, птичек ловит. Иди сюда, белка. Ай. Несъемочная кошка. Ну, о, уже несут огурец. Пока я тут болтаю. Кстати, пока несут огурец, люди, которые через одну видяшку пишут, покрась сарай или сделай с ним что-нибудь и так далее. Это вообще не мой сарай, понимаете? Он за забором у меня, хватит мне об этом писать. Где мой огурец-то? А то я сейчас еще что-нибудь придумаю, о чем рассказать. Кстати, если кому интересно, мой сарай ровно напротив, отсюда. Но вы его, наверное, не видели. То есть, его глобуарий старт куда еще показать? Аистов. Да ну, их все останавливаются фоткать. Букка, не гоняй кошку! Эр, мне уже не о чем говорить. У меня уже 20-я минута скоро поедет. О, огурчики и малинка. Все, хвостики. Хвостики надо любовно ободрать. Так, не уходи далеко, расскажи, что у меня глаза сильно расширились или нет. Вот это уже перцовка. Запить. Нет, сполоснуть. Вот это перцовка. Вот это я понимаю. Вот это Дениска, молодец. Не смотри на меня с таким укором. Я работаю, работаю. И как? Забери это у меня. И малинкой. Короче, определяющих, господа. Значит так. Внешний вид, ну, для всей серии трех стариков одинаковый, поэтому тут пофиг. Все, вроде одинаковое. Жар птица. Еще пару таких коктейлей, она у меня начнет кукарекать однозначно. Как перцовая горькая настойка? Нет, я ее не могу так назвать. Вот как, как, как не знаю, что хотите со мной делать. Богатство, вкус и аромата? Да. Оригинальная рецептура? Да. Ну, потому что так оригинально сделать перцовку никто еще не делал. Согревающее тепло? Согласен. Острый перец и пряности? Простите, сорт здесь, у вас перец не острый. Ну, так, немножечко есть. Короче, внешний вид, в принципе, стандартный для их серии. Открывается нормально, наливается неплохо. Все. Запах. Вот реально, перец, мед, липа. Что-то еще такое непонятно. Непонятно, на что это похоже, но состав все равно что не прочитаешь. Кто-то из специй. Кто затрудняется ответить, потому что их забивают все остальные и еще не отмывшиеся вот здесь немножечко табаска. Пьем. Ну, как ни странный вариант. Вот из серии возьму ли я ее еще раз. Не знаю, как конкретно, вот буду ли я хотеть ее, но при выборе из трех стариков я возьму вот эту. Она действительно слегка самобытная, она интересная, она легко пьется, она ни хрена не перцовая. Ну, как там, перца действительно как-то ни туда, ни сюда, то есть перцовку ее назвать нельзя. Ну, как горькая настойка с привкусом перца можно. Вот. Единственное, стопроцентно считаю, что если ее перепить, башка будет с утра раскалываться конкретно. Я знаю такого рода напитки, и у меня, ну, как бы никогда меня чуйка не подводила в таких случаях. Если вы такой, выпейте эту бутылку всю, головная боль вам гарантирована без вариантов. И я думаю, в принципе, все это знают, даже сам завод это прекрасно знает. Возьму ли я еще раз, как я уже сказал, скорее да, чем нет. Вот так вот. Остался ли я ей доволен, я остался ей удивлен. Вот так вот удивлен. Не так, чтобы доволен, но опять же все познается в сравнении. Как я ждал тех трех стариков, возлагал дикие надежды, надежды не оправдались. И к этим, наверное, здесь обратная реакция пошла. Я наоборот думал, что опять какая-нибудь фигня получится. А оно не фигня, оно очень даже интересно. Поэтому бахнем. Очень правильно с крепостью 38 для нее самое то. То есть, скажем так, напиток выше среднего. Я этого не ожидал, но он оказался выше среднего. За это им плюсик. Поэтому будем накапывать заключительную, которая будет питься за вас, за ваши лайки, за ваши комментарии, за ваши подписки. За то, что вы ждете следующих видео, выходящих с пугающей, а иногда не очень, периодичности. За то, чтобы все у нас у всех было хорошо. Закусить по-идущей малинкой. Малинка, кстати, очень хорошо на нее сверху ложится. Как-то так дополняет образ. И можно ли вот этим наслаждаться на закате? Вы знаете, наверное, можно. Вот у меня сейчас там солнышко уже закатилось так. Такое что-то краснеет вдалеке. И вот так вот посидеть, понаслаждаться вполне себе вероятно. Поэтому поехали. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok